Настоящую форель теперь выращивают в Красноярске. В районе 4-го моста открылась первая в городе форелевая ферма. Есть ли спрос на живую рыбу и комфортно ли форели в Сибирской реке, знает Юлия Чупрова. Каждую рыбу, шутит начальник, знает по имени. А ее здесь немало. Одной только форели завезли несколько сотен штук. Накануне появились осетр, стерлить и карп. В будущем начнут разводить самов. Выращивают рыбу в Балахтинском районе. Сюда везут уже взрослую. В Красноярске она подрастает в так называемых садках. Ферму открыли в начале августа. Но спрос, по словам руководства, уже есть. Советую друзьям, знакомым. То есть, распробовали вкус. Побочных каких-то вкусовых качеств у рыбы нет. Там, как у некоторых говорят, что там тиной пахнет, рекой. У наших форелей такого запаха, в принципе, отсутствует. Для этого пришлось очистить дно от накопившегося мусора и установить специальные фильтры. Процесс разведения рыбы трудоемкий. Нужна необходимая температура воды, оптимальное содержание кислорода, а главное время. Чтобы из малька выросла рыба хотя бы в полтора килограмма, требуется два-два с половиной года. Давайте попробуем выловить рыбку. Внизу сюда. Это не так-то просто. Ой, почти-почти. Килограмма полтора-то я точно поймала. В природе форели и осетр питаются мелкими водорослями и рачками. На ферме же им дают специальный корм. Гранулы производят в Голландии. В них есть все необходимые витамины и минералы. В НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов рассказали. Подкормка рыбы специальными добавками не опасна. Ни для самой рыбы, ни для человека. Искусственная рыба, которая вращивается в искусственных созданных ей условиях, она получает сбалансированные корма. Эти корма специально разрабатываются под отдельно каждый вид. Они полностью сбалансированы и по витаминному составу, и по жирам, протеинам, белкам. По словам специалистов, и на экологию реки ферма не повлияет, если хозяин будет соблюдать все технические условия и следить за качеством воды. Живая рыба в городе не новинка. Ее продают в крупных супермаркетах. Осетр разного вида, золотистый, обычный. Есть карп, есть форель и есть карась. Вот такой вот ассортимент получается живой рыбы. А спрос на живую рыбу, да, действительно есть. Но более активный спрос мы замечаем, если честно, на охлажденную, так скажем, продукцию. Но живая рыба также имеет своего покупателя. Стоимость рыбы на ферме немного дороже, чем в магазинах, но зато она по-настоящему свежая. В будущем руководство планирует организовать на ферме платную рыбалку. Люди смогут не только купить свежую рыбу, но и выловить ее самостоятельно. Юлия Чупрова, Дмитрий Комаров, Евгений Шестаков, 7 канал.